Известный российский ученый-востоковед и экономист, президент независимого научного центра Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский в своем телеграм-канале прокомментировал нашумевший ролик, в котором жителям Германии дают советы о том, что делать при отсутствии тепла и света зимой. В ФРГ начали готовить население к отключению зимой света и отопления. Обучающие ролики на тему изготовления самодельных жаровин и теплоизоляции окон на случай отключения батарей впечатляют. Исключительно эффективная иллюстрация к пользе разрекламированной зеленой энергетики. Впрочем, выборы в Бундестаг состоялись, так что все, кто мог и хотел проголосовать за зеленых, это сделали. Теперь могут и в темноте померзнуть, главное, политики свои голоса получили. А то, как они бы жили без парламентских мандатов. Привыкли они к ним. И тут непонятно, то ли у немцев национальная специфика такая, за безответственных популистов голосовать, то ли это их господь бог периодически за Гитлера, до сих пор наказывает. Атомную энергетику свою ФРГ причморила. Причморила. Чтобы и духу ее в стране этой не было. С углем то же самое. Газ? Нет. Тут они не до такой степени с ума посходили. Да и Северный поток, два, нами достроен. Так что, в принципе, газа Германии могло бы и хватить. Однако, он соответствующими инстанциями пока не сертифицирован, и только рассматривать поданные документы евробюрократы будут месяца 4. Как раз в конце января смогут что-то по этому поводу сказать. Прямо перед обычными для нашей климатической зоны февральскими морозами. Очень правильное время для проведения сложных переговоров и выдвижения Газпрома очередных условий. К примеру, насчет Украины, неважно каких именно. Ну, это же немцы. Они нас что, в войну? Жалели. Одна только ленинградская блокада чего стоила. Теперь настало их время напороться всей, уже своей страной, на бычье упорство и ни на чем не основанные, но как бы экологические спекуляции немецкого начальства. А что солнечные батареи и ветряки не сработали, и баланс немецкой энергетики не к черту, кто им виноват? И кто за это ответит? Есть такое подозрение, что никто. Опять же, как насчет американского или катарского СПГ. Чего же он не в Европу, а в Азию идет, где на него цена выше? Причем вместо Катара, опять по взаимозачету, на европейские рынки идет российский газ с Ямала. Что до США, где та евроатлантическая солидарность, где их газ свободы? Ни той солидарности, ни того газа. Одни венгры успели через турецкий поток в обход Украины по разумным ценам наш законтрактовать. Что до Германии, все в их руках, пускай решают. Ну, или пускай ничего не решают. Их право.